Диорть Очередная австро-турецкая война началась, как ни странно, из-за конфликта Трансильванского князя с польским королем. Дело в том, что Трансильванский князь Диорть II Рокотцы, хоть и был вассалом османского султана, при этом мечтал получить польскую корону, с чем, конечно же, был не согласен действующий польский король. Диорть был человеком амбициозным и от своих планов отказываться не хотел. Он договорился о помощи с гетманом запорожских казаков Богданом Хмельницким, а также с князями Валахии и Молдовы Матвеем Басарабом и Георгием Штефаном. Даже после образования военного союза сил для войны с речью Посполитой не хватало. Но когда Трансильванскому князю удалось договориться о совместном нападении со шведским королем Карлом X Густавом, он решил незамедлительно действовать. В 1657 году Диорть вместе со своими союзниками вторгся на территорию Речи Посполитой. С самого начала Трансильванскому князю сопутствовала удача, а после объединения с войском Густава X он начал разорять территорию противника, не встречая серьезного сопротивления. В свою очередь поляки, не обладая достаточными силами для того, чтобы разбить армию противника, вторглись на территорию Трансильвании и приступили к ее разорению. Время шло и дела у польского короля становились все хуже и хуже, так как сил, чтобы противостоять врагам на своей территории им явно не хватало. Трансильванский князь и шведский король уже планировали, как именно они будут делить территорию Речи Посполитой. Но воплотить в жизнь эти планы им так и не удалось. Дело в том, что летом 1657 года в войну против Швеции вступил император Священной Римской империи Леопольд I, а также датский король Фредерик III. Под угрозой вторжения оказалась территория шведского королевства, и Густаву X пришлось спешно перебрасывать свою армию на север. В свою очередь Дёрд II, оставший с безмогущественного союзника, принял решение отступить в Трансильванию. Воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, польско-литовская армия начала преследование отступающего противника. В битве под Магеровом Трансильванский князь потерпел сокрушительное поражение, и позже был вынужден капитулировать, отказавшись от претензий на польский пистол и пообещав заплатить огромную контрибуцию. На этом проблемы Дёрдия II не закончились. Дело в том, что османский султан, узнав о том, что его вассал начал войну без разрешения, серьезно разозлился. В ноябре 1657 года под давлением османского султана Трансильванская аристократия сместила Дёрдия и выбрала новым князем Акаша Барчаи. Впрочем, Дёрд не планировал сдаваться. Он собрал своих сторонников и начал вооруженную борьбу за власть. Гражданская война в Трансильванском княжестве продолжалась до августа 1659 года, когда Дёрд смог вернуть себе Трансильванскую корону. Такой поворот событий не устроил османского султана, который объявил законным князем Трансильвании Акаша Барчаи, после чего начал карательный поход против Дёрдия II. В мае 1660 года Трансильванская армия была разбита, а сам Дёрд, получив ранение в битве, умер в июне 1660 года. Своим наследником он успел назначить Яноша Кемени, который, понимая, что самостоятельно противостоять османской армии он не сможет, спешно направился в Вену, в надежде на поддержку австрийцев. В свою очередь, император Священной Римской империи Леопольд I, наблюдая за ситуацией, опасался, что Османская империя аннексирует Трансильванское княжество, и поэтому спешно направил в Трансильванию небольшую армию во главе с Раймундом Мантикуколи. В это время, хорватский бан Миклош Зриньи всеми силами старался спровоцировать новую войну между Австрией и Османской империей. Он, начиная с 1661 года, начал совершать рейды вглубь Османской территории, грабя и разоряя все на своем пути. Понятно, что султану не понравились дерзкие рейды Миклоша Зриньи, а также присутствие австрийской армии в Трансильвании. Совсем скоро его терпение лопнуло, и он перешел к активным действиям. Летом 1663 года великий визирь Фазыл Ахмед Паша Кюбрюлю во главе армии общей численностью около 100 тысяч солдат вторгся на территорию австрийской части Венгрии. Не встретив на пути серьезного сопротивления, уже в сентябре 1663 года Османская армия овладела городом Нойхойзель. Так как в это время в Трансильвании находилась лишь 12-тысячная австрийская армия под командованием Монтику Коли и 15-тысячная венгерско-хорватское войско под командованием Миклоша Зриньи, сил для того, чтобы остановить продвижение Османа у австрийцев было явно недостаточно. Чтобы исправить ситуацию, Леопольд I обратился за помощью к германским и европейским монархам, и те, несмотря на имеющиеся разногласия, согласились помочь. Была собрана 30-тысячная армия из баварцев, брандербуржцев и саксонцев, а французский король согласился прислать 6-тысячный корпус под командованием Жанна Декалини Солиньи. Было принято решение разделить все собранные для борьбы с Османами силы на 3 корпуса. Миклош Зриньи во главе с 17-тысячной армией должен был действовать на южном направлении. На северном направлении должна была действовать армия под командованием генерала Жанна Луи Радуиди Суше, а для ведения боевых действий в центре планировалось использовать 28-тысячную армию под командованием Монтику Коли. Оставшиеся силы общей численностью около 12-ти тысяч солдат планировалось использовать в качестве резерва, а также для обороны основных крепостей. Главная проблема австрийцев заключалась в отсутствии единого командования, поэтому все три армии действовали независимо друг от друга. Миклош Зриньи решил не ждать атаки Осман и сам приступил к активным действиям. Он вторгся на территорию Османской империи и спустя некоторое время достиг окрестностей города Надканижа, так как город был хорошо защищен, армия Зриньи приступила к осадным работам. Осада города продвигалась довольно медленно, и спустя полтора месяца с ее начала Зриньи получил известие о том, что на помощь осажденному городу идет Османская армия во главе с Великим Визирем. Понимая, что на стороне противника численный перевес, Зриньи снял осаду и спешно отступил в свой замок Новий Зрин. В свою очередь османы начали преследование отступающего противника. Совсем скоро они достигли окрестностей замка Новий Зринь и начали его осаду. Зриньи рассчитывал на помощь основной имперской армии, но у ее командующего Мантикуколи были другие планы. В конце концов Новий Зринь попал в руки Осман, после чего Великий Визирь начал движение по направлению к австрийской столице. Тем временем Мантикуколи занял оборону на берегу реки Раба, чтобы преградить Османам путь и не позволить достигнуть окрестностей Вены. 1 августа 1664 года Османская армия появилась поблизости от реки Раба и начала подготовку к переправе. Австрийцы были готовы к встрече противника. Их план был предельно простым и поэтому никто не сомневался в успехе. Мантикуколи планировал дождаться, когда османы начнут переправу, после чего всеми силами атаковав противника нанести ему ощутимые потери и тем самым заставить отказаться от планов похода на Вену. Когда авангард Османской армии переправился на противоположный берег реки, он сразу же попал под массированный артиллерийский огонь. В это же время атаку начала австрийская армия. На начальном этапе все складывалось в пользу австрийцев, и османы под их натиском начали пятиться к берегу. Но по мере того, как все больше османских отрядов переправлялось через реку, становилась более очевидной главная проблема австрийской армии, которая заключалась в отсутствии единого командования. Австрийские командиры действовали независимо друг от друга, из-за чего османам удалось отбросить их отряды от берега реки и продолжить переправу. Чаша весов склонялась на сторону осман, и они могли бы одержать решительную победу, если бы не Мантикуколи. Понимая, что ситуация становится критической, он сумел убедить Калинии, который командовал французским корпусом, и марграфа Бадена, который командовал имперскими отрядами, передать командование всеми силами ему. Пока Мантикуколи решал вопросы с единоначалием своей армии, османская армия продолжила переправу, планируя в скором времени перейти в наступление. В это время австрийская армия снова атаковала османа, которые не были готовы к обороне, так как считали, что уже обратили отряды противников в бегство. В этот раз австрийская армия действовала как единое целое. Стремительный удар австрийских отрядов застал осман врасплох, из-за чего их оборона совсем скоро была сломлена. После непродолжительной схватки, застегнутые врасплох османы пытались спешно переправиться на свой берег. Многие из них погибли, утонув в реке. Следует упомянуть о том, что в распоряжении Великого Визиря оставалось достаточное количество боеспособных отрядов, чтобы попытаться продолжить сражение. Но бегство авангарда сломило боевой дух армии, поэтому он принял решение отступить. Удача была на стороне австрийцев, так как они, одержав победу над османской армией, получили возможность начать наступление вглубь османской территории. Но вышло иначе. Дело в том, что французский король, хоть и оказал помощь австрийцам в борьбе против Османской империи, в это же время планировал атаковать принадлежащие Габсбургам Нидерланды. Так как сил для войны на два фронта у Леопольда I не было, он был вынужден спешно заключать мир с османами. Уже 10 августа 1664 года был заключен в Варшавский мир, по условиям которого война прекращалась, а Трансильвания оставалась в вассальной зависимости от султана, но свои войска из княжества османы должны были вывести. Австрийцы же получали земли, контроль над которыми им удалось установить за время боевых действий. На этом война завершилась. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.